В Донецке настоящий культ футбола и центр притяжения, безусловно, Донбасс-арена. Этот стадион был открыт в августе 2009 года, и то, что его строительство началось еще в 2006-м, за год до победы заявки Украины на проведение Евро-2012, здесь считают главным аргументом в отборе Донецка на проведение игр. Стадион возведен на средства клуба «Шахтер». Мэр города Донецка, или, как принято здесь говорить, городской голова Александр Лукьянченко на пресс-конференции, рассказывая о том пути, который проделал Донецк от старта до финиша, сразу отверг возможность бойкота чемпионата по политическим мотивам. На сегодняшний день УЕФА твердо и четко сказала, что спорт должен быть вне политики, и поэтому мы еще раз приглашаем всех к нам в гостеприимный город Донецк на матчи финальной части Евро-2012. В городе Донецке чемпионат начинается 11 июня, и в городе Донецке пройдет пять матчей финальной части Евро-2012, три групповых матча, четвертьфинал и полуфинал. И главное событие дня – презентация кубка Анри Делане. Именно его получит команда чемпион Евро-2012. Кубок вынес легендарный форвард Донецкого шахтера, мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Украины Виктор Грачев. Наибольший поток болельщиков примет на себя новый международный терминал Донецкого аэропорта. Его открытие состоялось месяц назад. Имя терминалу дали в честь Сергея Прокопьева, всемирно известного композитора, который родился, да-да, здесь, в Украине, в ныне Красноармейском районе Донецкой области. Длина взлетно-посадочной полосы 4 километра, ширина 75 метров. На период Евро, как терминал и аэропорт, должны принять за 10 часов 31 тысячу болельщиков и 31 тысячу отправить. То есть, я думаю, мы с этой задачей справимся. В Донецке построен и новый транзитный железнодорожный вокзал. Он может принять примерно 35 тысяч пассажиров в сутки. Официальная фан-зона будет располагаться рядом с Центральным парком имени Щербакова. Между фан-зоной и Донбасс-ареной будет пешеходный маршрут. Протяженностью примерно 5 километров. Пока же все стараются успеть сделать снимок на память рядом с Кубком Европы. Выставленный на Центральной площади Донецка, он стал центром притяжения на несколько дней. Теперь в Донецке для всех главное дожить до понедельника, 11 июня в 19.00 по Центральноевропейскому времени на Донбасс-арене начнется матч между сборными Франции и Англии. 51 тысяча 500 счастливчиков займут свои места на трибунах. Примерно 50 тысяч разместятся в фан-зоне. Ну а нам остается не забыть включить телевизор. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Донецк, Украина.